А для старшеклассников школы номер 4 первая неделя года выдалась активной. Они уже успели подготовить презентацию для финала межрегионального проекта «Улицы моего города». Его участники – школьники России и Казахстана. Юные белоярцы рассказали широкой аудитории о значимых улицах города и даже составили собственную карту достопримечательностей. Мои коллеги продолжат. Необычная атмосфера царит в медиа-центре. Команда юных краеведов снимает видеоролик. Представить итоги работы далеко не одной недели решили оригинально, обратившись к теме святочных гаданий. Это уже почти игра, а вот за кадром осталась исследовательская работа. Первым этапом стал сбор информации из разных источников. Затем его обобщили. Вторым этапом было создание лонгрида. Для того, чтобы люди, которые приехали к нам посетить наш город в качестве туриста, могли легко ориентироваться. То есть они заходят в карту, Яндекс.Карту, и находят, допустим, улицу, например, Витебскую, нажимают на неё, и там выходит информация и достопримечательности. И вот этап третий – видеоэкскурсия. На карту команда нанесла 10 улиц. Витебская, Репина, Геологов, Набережная, Центральная. Таблички, которые раньше не говорили почти ни о чём, теперь рассказывают ребятам об истории, которая творилась здесь десятки лет назад. Одна из глобальных целей межрегионального проекта – развитие внутреннего туризма. Но и сами участники на местах тоже открывают для себя свою родную землю. Посетив архив, проштрудировав интернет, мы всё-таки решились участвовать в этом. И что получилось, как говорится, то получилось. И нашу работу можно будет потом посмотреть. И мы не планируем её забрасывать. Сейчас я действительно знаю улицы, я их выучила. Я смогу даже провести, наверное, небольшую экскурсию для кого-нибудь, если понадобится. Очень много информации у зала насчёт наших улиц. Было очень интересно, потому что никогда не интересовалось тем, как же всё-таки создавались наши улицы, при каких обстоятельствах и в честь кого они были названы. Проект ребят хорошо вливается в русло совершенно нового направления, которое сейчас зародилось в Югре. Это архивное волонтёрство. Ключевых направлений деятельности здесь несколько. От поддержки продвижения проектов в СМИ и соцсетях, до реставрации и оцифровки документов. Белаярский архив здесь открыт сотрудничеству и уже делает первые шаги. А в другом новом направлении наш район и вовсе стал пионером. Наш архивный отдел является пилотной площадкой по направлению инициативное документирование. Мы в этом направлении будем двигаться. Архивное волонтёрство открывает новые возможности перед гражданами попытаться, попытать себя в новом таком направлении, освоить в том числе и навыки архивной деятельности. Для молодого поколения это профориентация, а также гражданско-патриотическое воспитание. Мы видим в этом свой потенциал и видим интересные направления для взаимодействия. Будем в этом направлении двигаться. Архив сегодня уже далеко не просто хранилище документов. Инициативное документирование – это создание подборок исторических данных на базе самого архива, в том числе и по истории городских улиц. История района многогранна. Охватить всё можно только при участии жителей территории. Пополнение архива интересными личными документами и историями – залог их сохранности на долгие годы. Продолжение следует...